Приветствую вас на канале Центра Индивидуальной Мобильности Yakamura Combo 20 и Yakamura Apache Смотрим на характеристики Тут 20 дюймов колеса, тут 20 дюймов колеса При этом цена различается, ну, грубо говоря, в полтора раза И простому человеку сложно разобраться, в чем же отличие у этих электровелосипедов, помимо стоимости В этом обзоре я постараюсь помочь вам это сделать Первое, что вам бросится в глаза, это различия в колесах У Apache колесо 20 дюймов на 4 дюймов ширины, это фэтбайк У Combo 20 покрышка стандартная, скажем так, городская, 20 дюймов шириной 2.125 дюймов Следующее различие в вилках У Apache вилка двухкоронная, с большим ходом и длинными трубами в верхней части Работает достаточно мягко, регулируется по сжатию и демпфированию У Combo 20 вилка стандартная, ход у нее относительно небольшой, но, тем не менее, достаточный для городской езды Также регулируется преднатяг, ну, то есть жесткость пружины И вилку можно заблокировать для того, чтобы более эффективно ехать на педалях Фары У Apache фара побольше, поярче и еще и с ангельскими глазками У Combo 20 фара попроще, тоже с четкой светотеневой границей, но при этом без ангельских глазок и светит не так ярко До езды в городе пойдет Смотрим на тормоза У Apache стоит гидравлика и 180-е роторы А у Combo 20 механические тормоза и ротор 160 мм Рули У Apache руль нескладной, с большим подъемом, перекладиной посередине При этом не регулируется по высоте и не складывается Все удобство, которое можете отрегулировать, это поближе руль наклонить к себе или отодвинуть его подальше У Combo 20 руль по высоте регулируется А верхняя часть может быть сдвинута, что может понадобиться при погрузке и перевозке электровелосипеда Кроме того, у Combo 20 руль еще и складывается Оттягиваем фиксатор в сторону и складываем руль Что удобно для более компактного хранения или перевозки в багажнике автомобиля Бортовые компьютеры У Apache бортовой компьютер располагается посередине Кнопочка включения на отдельном пульте Дисплей монохромный Цифры черные Подсветка Точнее сказать, подложка белая Ну и подсветка, конечно же У Combo 20 бортовой компьютер явно попроще Тоже черно-белый, хорошо читается Но и цифры поменьше И располагается не по центру, а сбоку Здесь, кстати говоря, еще и зарядочка Переключатель велосипедных скоростей или передач У Apache кликовый У Combo 20 поворотный И этот попроще Рамы На первый взгляд конструкция одинаковая И это действительно так Складной механизм располагается по центру Батарея располагается в передней, точнее сказать, в центральной части рамы И здесь, и здесь И может показаться, что рамы одинаковые Но это не так Для того, чтобы это понять, нужно посмотреть на раму сверху И когда два велосипеда установлены рядом Очевидно, что у Apache рама шире А, соответственно, и батарея входит больше Здесь батарея 48 вольт 20 ампер часов У Combo 20 батарея 48 вольт 10,5-11 ампер часов Складываются велосипеды одинаково Снимая, как вы понимаете, это в другой день Итак, у велосипеда в нижней части присутствует барашек, который мы ослабляем Крутим, 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 крутим В случае с Combo 20 еще необходимо сложить рулевую колонку Не то, что необходимо, а можно сложить рулевую колонку Раз Вот так Ну и после этого велосипед складывается Apache складывается аналогичным образом Кстати, в передней части рамы есть подставка Ну и вот такой он получается максимально компактный Единственное, что у Apache не складной руль, а, соответственно, он останется наверху Поэтому с точки зрения компактности тут, конечно, выигрыш однозначно Раз, складываем сначала рама Раз Теперь подтягиваем барашек Велосипед сразу же стоит на двух колесах Ничего никуда не болтается, это удобно Ставим на подставочку Для Combo 20 поднимаем руль И Combo 16, кстати говоря, тоже Ну и все В общем-то, велосипед разложен, готов к эксплуатации У Apache руль раскладывать не нужно, потому что он не складывается Педальный привод Центральная звездочка у Combo 20 попроще С пластиковым кожухом У Apache более премиальная Кожух алюминиевый И выглядит, конечно, поинтереснее и подороже Педали у Apache также металлические У Combo 20 пластиковые складываются и те, и те Ну и диаметр различается здесь поменьше и здесь побольше Смотрим на задние кассеты или звездочки И переключатели скоростей У Combo 20 установлен Shimano Tourney И звездочки с небольшим шагом по диаметру У Apache Shimano Altos Это более премиальная система переключения И шаг диаметров звезд гораздо больше Обратите внимание, насколько различается максимальный диаметр звезды у Apache и у Combo 20 Ну, разница налицо Раз уж мы заговорили про заднюю часть Сразу смотрим на моторы Диаметр мотора Combo 20 вот такой Диаметр мотора у Apache гораздо больше И моторы шире Несмотря на то, что у одного велосипеда обод литой Обод или диск литой А у другого спецованный Ну, разница в моторах налицо Здесь и шире, и по диаметру больше Здесь явно меньше Смотрим раскрутку на холостых оборотах 52 километра в час у Apache И смотрим у Combo 20 Удивительно, но тоже практически 50 В воздухе вроде бы одинаково А вот на ходу, забегая вперед, все совсем по-разному Задняя подвеска есть у одного и у другого велосипеда Однако у Combo 20 амортизатор по осям 150 миллиметров Ну, или приблизительно так А у Apache амортизатор покороче 125 миллиметров Электронная начинка, а точнее сказать контроллер У Combo 20 контроллер располагается в раме Вот здесь, в верхней части А у Apache из-за большой батареи Его пришлось перенести вот сюда Внутрь маятника задней подвески Где лучше, смотрите сами Сидение и регулировка по высоте У Combo 20 сидение регулируется до такой степени Скажем так, вот здесь минимальная граница Смотрим, какова ситуация у Apache Смотрим на подседельные штыри Apache и Combo 20 Ну, очевидно, что у Apache сидение поднимается выше Но самое главное не это Самое главное это само седло Посмотрите, насколько у Apache седло шире, неже чем у Combo 20 И форма у него выполнена с ушками Которые поддерживают пользователя в поворотах У Combo 20 сидение обычное За это сидушку зачет Высота педалей от поверхности Это важно для удобства езды на педаль Смотрим, что у Combo 20 Расстояние от поверхности до края педали Что-то около 19 сантиметров Смотрим, какая ситуация у Apache Здесь педаль стоит значительно ниже Высота около 15 сантиметров Смотрим, что с длиной от педали до сидения в нижней части В нижнем положении У Combo 20 что-то около 70 сантиметров У Apache около 73 сантиметров Здесь нога выпрямляется больше, чем здесь Взвешиваем Combo 20 Что-то около 26,5-27 килограмм Взвешиваем Apache Тут, конечно, посерьезнее 38 По комплектации Багажники есть у одного и у второго велосипеда Крылья есть у одного и у второго велосипеда И у передней и задней Ну, в общем и целом По осмотру это все Настало время на них прокатиться Я сделал это заранее, еще зимой И сейчас я сделаю вставки С замерой максимальной скорости И общими впечатлениями от езды На одной и на другой модели Слушаем подвеску Вообще тишина Вообще тишина Скорость до 40 Ну, динамика невзрывная, надо сказать Но уверенно очень идет велосипед В повороте очень хорошо себя чувствует Вот нет какого-то либо сваливания Либо наоборот эффекта того, что он стремится выпрямляться Вот рулится прям как надо Здесь дорога идет в подъем И дальше начинается прямая То есть самое интересное С точки зрения измерения максимальной скорости Напомню, пока что максималка у нас получилась 42 км в час Приближаемся к этому же пределу И... Ну... Так... Тест у нас абсолютно честный Батарея не на 100% заряжена 43,1 43,7 Ну, до 45 Нет, до 45 чуть-чуть не дотягивает Но это буквально чуть-чуть И это чуть-чуть Получается Связано, на мой взгляд, с температурой воздуха прежде всего Продолжаю движение Полный газ Да, как я и прогнозировал С подпереднего колеса Хорошенечко так летит Смотрите, и на одежду, и на все И вот сейчас, пока с вами разговаривал Понял, что... Тихо, кстати Что еду с одной рукой Вообще не напрягаясь И так Оп Да, дорогу он держит просто Прекрасно Ну и давайте посмотрим Как он себя почувствует Вот на этом подъеме Вот так Легко затянул Легко затянул Абсолютно Так, теперь Разверну его По поводу разворота Посмотрите, что с радиусом Ну, это Двухкоронные вилки Здесь без вариантов И еще одна лесенка Еще одна лесенка И по тест-драйву Это будет все Погнали Вообще тишина Ну, господа Больше я вам Вряд ли что-то смогу Еще показать Все тесты пройдены На этом Тест-драйв Завершен Достаточно мягко Но не так, как Апач перекатывается он По разметке Я чувствую, что я ее Переезжаю Но ударов Не чувствуется Так, притормаживаем здесь На тормоза Очень сильно Приходится давить И вверх Погнали Здесь дорога Поднимается В уклон И, как вы видите Скорость растет Может быть, не очень быстро Но, тем не менее Она растет На улице Показывает Минус 3 температура Так Пропускаю автомобиль Продолжаем движение Давлю на полную катушку Вот Ну, вот Видите, да То есть Он прям Очень вяло Разгоняется После 25 км в час Так Немножко Прижмусь Присяду Попробую Сократить Сопротивление воздуха 36 Кстати Вот перекатывал Сейчас через колодцы Через кочки Адекватно Нет эффекта Начала воблинга Или каких-то таких вещей То есть он Хорошо держит курс Вот сейчас Еще одно торможение Был, да И вот прям чувствую Что приходится На тормоза Ну, избыточно На мой взгляд Давить Поэтому какая-то Им дополнительная Регулировка Понадобится Это точно Впереди у нас Лежачие полицейские Так Посмотрим Что у нас здесь Получится И Жестче чем у Апача Но при этом Чувствуется Что амортизация Работает То есть Это не удар Как это часто бывает Вот на При этом тесте А это Скорее Такой Интенсивный Такой пинок Вверх Так Ну и здесь Еще одна лесенка И подъем Так Подъезжаем Я, кстати Седла не встаю Просто тупо съезжаю И все По шасси Грохота Вообще Никакого нету И амортизация Еще раз повторюсь Отрабатывает Так Ну и посмотрим Что у нас С тяговитостью Так И Полный газ Тащит 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 Затаскивает После всего Увиденного И услышанного Осталось Подвести итог Сказать Какой велосипед Хуже Или лучше Не получится Потому что Как вы поняли Несмотря на Похожий диаметр Колес Велосипеды Совершенно Разные По назначению Апач Это все-таки Дальнобойный Скоростной Электровелосипед Повышенной Проходимости И естественно Для того Чтобы ехать По пересеченной Местности По снегу По песку По лесным Дорожкам Не сильно Утоптанным В которых Вязнут колеса Обычного велосипеда Апачу Нужна мощность И она у него есть При этом На дороге На обычной Асфальтовой дороге Он себя ведет Тоже отлично И разгоняется До очень приличной Максимальной скорости Комбо 20 же Чисто городской Велосипед Сравнительно легкий Сравнительно с Апачи Легкий И более компактный С точки зрения Сложения Да Он не такой Скоростной Но благодаря Набору Цепной передачи Цепных скоростей На нем Комфортно Передвигаться Как с помощью Педалей На цепной тяге С помощью мотора Так и Ехать полноценно Как и на мопеде Естественно Скорость у него Поменьше Чем у Апачи Но тем не менее В режиме Мопедика На ручке газа Как говорится Едет он Так же Уверенно В общем Иными словами Этот городской Компактный Для перевозки Где-то В автомобиле Например Этот Пункт А Пункт Б Плюс С внедорожными Качественные А что вы думаете По поводу Каждой Из этих Моделей И какую Модель Выбрали бы Вы Напишите В комментариях Надеюсь Этот обзор Сравнение Было для вас Полезным Напомню С вами был Михаил Центр Индивидуальной Мобильности Место Где вы можете Приобрести Технику Подготовленную К эксплуатации И заказать Услугу Качественной Гидроизоляции Выполнен Специально Подобранными Материалами Ссылка На наш центр В описании К этому ролику Спасибо Что смотрели Всем удачи Всем пока